МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! Я рад приветствовать вас на телеканале Радость Моя. Сегодня мы поговорим о том, что смущает в храме. Подобные вопросы приходят на наш сайт. И действительно, в нашей... Подобные вопросы приходят на наш сайт Закон Божий. И действительно, в нашей жизни, в храмах, бывают какие-то неправильные отношения, какие-то порядки, которые хотелось бы изменить, которые подчас очень больно задевают молящихся. Недавно впервые повела причащаться свою трехлетнюю дочку. Когда батюшка вынес чашу, я взяла ребенка на руки. Но тут неожиданно перед нами встала женщина и первая подошла к причастию. Но ведь сказано, что дети причащаются первыми. И еще. Когда мы подходили к столику за запивкой, ребенка оттолкнула за плечо старая женщина. Как на это реагировать? Разве должны люди так вести себя в святом месте? Спрашивает раба Божия Татьяна. Да, Таня, приходится терпеть. Ведь, допустим, старые люди, они выросли в очень тяжелых условиях. Очень тяжелых. Сейчас вот мы живем в других. И много негатива они видели, много негатива накопилось в их душе. Много раз их самих отталкивали. Я не имею в виду храм, конечно, по жизни. Ну вот, может быть, что-то накопилось. Может быть, как-то вот она там неправильно себя повела. Или у нее привычка такая выработалась. Ну, простите, ну что делать? То, что женщина встала перед ребенком в очереди к причастию, ну и что? Ну и что? То, что ребенок должен подходить первым к чаше, нигде не написано. Это не может быть написано. И то, что она причастилась, никто же ей не воспрепятствовал причаститься. Это самое главное. Есть в жизни важное. Конечно, важно, чтобы вот все было чинно, все было как-то, ну, можно сказать, по правилам хорошего тона. И в храме тоже. Это важно. Но есть самое важное. И вот самое важное, то, что мы можем принять участие в таинствах. То, что мы можем причащать своих детей, можем причащаться сами. Вот это самое главное. А все остальное, на самом деле, второстепенное. Так что не обращайте внимания на второстепенное, хотя оно подчас очень больно ранит душу. Ну, не обращайте внимания, будьте великодушны. Каждый раз, выходя из храма, вижу людей, просящих милостыню. Почему же они не зайдут и не помолятся со всеми? Получается, они приходят только, чтобы получить деньги. Нужно ли в таких случаях подавать? Спрашивает раб Божий Максим. Да, конечно, подавать следует. Подавайте по силам. У вас там денег лишних, наверное, нет. Ну, сколько можете, столько вот подайте. А нищие действительно приходят для того, чтобы набрать милостыню. Но нечего считать деньги в чужом кармане и представить себе, каково им стоять часами на открытом, так сказать, солнцепёке или там на улице, получается. Им не позавидуешь. Как правило, это люди, вот как-то обиженные жизнью. Совсем нелёгкий заработок. Так что нам не нужно никого осуждать, а вот по своей силе можете им помогать. А главное, вот думать не о том, почему тот или иной человек не поступает так, как вам казалось бы важным. Откуда мы знаем, как нужно поступить? А вот будьте великодушны, будьте добры, вот не осуждайте, и тогда у вас на душе будет мир и покой и тишина. Я незамужная девушка. Однажды пришла на всеночную без платка. Не успела заехать домой перед службой. Во время службы ко мне подошла пожилая женщина и сказала, что без платка мою молитву Господь не слышит. Мои объяснения не произвели на неё никакого эффекта, а в итоге она стала оскорблять меня. Как на это реагировать? Как избежать осуждения? Спрашивает раба Божия Ксения. Видите ли, Ксения, вот в нашей церкви есть традиции, вот что девушка-женщина должна войти в храм, имея головной убор. Ну, это такая стойкая традиция. К сожалению, эту традицию подчас кто-то возводит в абсолют. И то, что женщина вам сказала, что яколева Господь не слышит вашей молитвы, если на вашей голове нет платка, это, так сказать, её представление. Никакого отношения к реальной действительности они не имеют. Милосердный Господь всегда слышит ваши молитвы. Ну, если так сложилось, что вы оставили платок дома, ну и скажите, простите, пожалуйста, вот забыла и всё. И не нужно упускаться ни в какие извинения. Потому что если вы будете вот на её, так сказать, наручение отвечать, простите меня, пожалуйста, с смирением, ну, она от вас и отойдёт. И конфликта не будет, и не будет тех переживаний, которые вы испытываете сейчас. Видите, вот такой пустяк может привести к таким вот заметным негативным последствиям. Постарайтесь её простить и забыть об этом эпизоде. Но помните, что вот всегда, когда отвечаешь со смирением, желательно очень кратко. Вот простите, и всё. Тогда никаких канглитов не будет. Сейчас я постараюсь ответить на ваши краткие вопросы. Раб Божий Николай спрашивает, можно ли просто так взять и начать поститься? Да, я думаю, что можно, но только всегда лучше, чтобы любое духовное усилие было по благословению священника. То есть можете и сами, но лучше, чтобы у вас было благословение. Можно, чтобы у мальчика была только крёстная мать? Спрашивает раба Божий Евгения. Но если обстоятельства таковы, что крёстного вы не можете найти, то можно, чтобы у мальчика была только крёстная мать. Хотя как раз мальчику-то полагается крёстный отец. Благословение на брак нужно просить у родителей невесты и жениха, или только у родителей невесты. Конечно, да, и у родителей невесты, и у родителей жениха, конечно, должно быть благословение родителей на ваш брак и жениху и невесте. Подруга подарила мне свою ладонку с Божьей Матерью. Она её теряла и находила несколько раз. Говорят, что это значит, что всю плохую энергию ладонка забрала себе. Не придёт ли мне это, если я буду её носить? А она дорогая. Нет никакой плохой энергии, вообще никакой энергии, так сказать, в таком оккультном понимании. Нет. И это какое-то суеверие. И вот, может быть, и потому, что вот суеверия такие возникают, вот в православии не принято носить на себе изображение. Крестики все мы носим, а вот изображение не принято. Вот сейчас возникла такая традиция, она, может быть, даже повсеместная, но она неправильная. Это как бы новодел, говоря современным языком. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Желаю вам всего доброго. Прошу вас, присылайте ваши вопросы на сайт Закон Божий. Господь да благословит вас во всех ваших добрых делах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова